Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Сам смысл Курбан Байрама. Сам смысл Курбан Байрама. В свое время написал короткий материал на этот счет. Есть в книжке в самом мусульманском посте. И много лет прошло, и я вижу, все равно он актуален, он важен. Сами же мы, мусульмане, не можем сформулировать вообще, зачем этот процесс заклания. Ну, может быть, сейчас помягче. Раньше очень средства массовой информации выставляли нас такими конкретными дикарями, которые режут баранов чуть ли не на детской площадке. И это все показывалось по телевидению. Где-то какой-то там кто-то на детской площадке, что-то, кровь. И тут все передачи только это и показывают, что какие там дикари эти мусульмане. Ну, реально было такое. К сожалению, я уже говорил не раз, был акцент на унизить, принизить, недоговорить и оскорбить. Но, к сожалению, мы сами, мусульмане, были в этом виноваты и являемся виноватыми. Но, милость Всевышнего, политика информационная изменилась. И теперь уже на равных, что христиане, что мусульмане освещаются, ну, в той или иной степени на равных освещаются в хорошем, положительном, таком просветительском ключе. Надеюсь. Но, в первую очередь, мы сами должны знать, что к чему, какой смысл в том же самом Курбан-Байраме. Поэтому я даже само слово жертвоприношение, я редко его применяю, потому что в русском языке оно чуть попахивает, ну, язычеством. Вот. Курбан, само слово. Курбан, Курбан, это возможность стать ближе к Богу. То есть не в смысле какой-то жертвы. То есть Всевышний, он не нуждается, он гони, он не нуждается ни в каких наших жертвах. А Курбан, сам смысл, это именно Курбан. Вот здесь как раз с этого и начинается. Вот Курбан-Байрам, Аиду-ль-Адха, краткий материал, он на ума.ру тоже есть. И вот в книге «Все в мусульманском посте» тоже он есть. Но я вам зачитаю несколько вещей, чтобы вообще люди пока до книги, до сайта дойдут, ну, нужно знать эти элементарные вещи. Первое, как отмечают. Этот день обычно является выходным. Люди стараются приглашать гостей, навещать близких, родных. Кстати, слово Курбан в мусульманской традиции, как и в иудейской, этим словом именуется все то, что приближает человека к Богу. То есть здесь никакой дикости в этом нет. Есть просто-напросто одна из форм быть ближе к Богу. В данный же праздник это ритуальное заклание животного, подразумевающее духовное обращение к Творцу. И как раз дальше приводится это вот 37-я сура Священного Курана с 99-го и далее по 112-й аят, где как раз это известная история Авраама и его сына. Никакой там дикости нет. Если эту историю почитать, наоборот, и даже там в аятах упоминается произошло замещение. То есть Аврааму не пришлось жертвовать сыном, а в жертву было принесено животное, которое в любом случае идет на мясо, которое в любом случае употребляется в качестве мяса. Но здесь еще вкладывается определенный такой духовный смысл благодарности Богу и защиты себя и своих детей от тех или иных жизненных неприятностей. С чем связана эта традиция? Здесь вторым вопросом идет. Она напрямую связана с событием, произошедшим с пророком Авраамом. Божественным откровением ему было велено принести в жертву своего сына Исмаила, который родился у Авраама в глубокой старости, 86 лет. И было по земным меркам чудом. У столь пожилых родителей дети обычно не рождаются. Несмотря на всю любовь к ребенку, святость его и долгожданную поддержку в глубокой старости, с его стороны, Авраам, то есть там в 37-й суре это описывается, вот с 99-го, если начнете читать и дальше, Авраама было на уровне сна велено принести в жертву сына. И опять же здесь, я даже утром, когда перечитывал, чтобы вам потом читать, мой мозг выдает. Ну, так как я и людей консультирую, многое так, стараюсь все читать и разное из жизни реальное познавать. Реалии таковы, что на сегодняшний день нездоровых на голову становится не меньше, а больше. Да, там, кризисы, там, трудности, сложности, вредные привычки, в том числе разрушающие мозг человека. И то есть человек должен понимать, что никому другому сон с совершением какого-то греха или преступления, или тем более там какого-то убийства, такого быть не может. То есть какой бы там, как бы ему не показалось, что кто-то в белых одеяниях ему во сне пришел и сказал, вот так вот сделай, вы скажете, Шамиль, да вот у нас даже я месяца два назад последнюю вас хутбу вел. И буквально за две недели до этого ко мне вот здесь подошел человек и говорит, я видел во сне здоровый, нормальный, ну нормальный человек, он не псих, у него ничего не дергается. И он с таким умнейшим видом мне говорит, я видел ангела Джабраила, и он мне сказал, что не надо цитировать хадисы, цитируйте только аяты. Я говорю, хорошо, ладно, я понял, не вопрос, ладно. Но он это говорит настолько убежденно. И дурачок не понимает, что пророков нету. После пророка Мухаммада, пророков и посланников нету, больше нет. Ну и что бы тебе там не приснилось. Это твои фантазии и, возможно, даже психическое заболевание. Но это реальность такова. Но это еще нормальный уровень психопатии. Я вам говорил, за эти 25 лет несколько богов даже приходило. Что я бог, во мне вселился бог, я вот туда-сюда, тебе надо вот это делать. Я говорю, хорошо, давай прямая дорога в психбольницу, идиот. А он даже говорит, какой психбольница? Он все, там он уже летает, ему там снится. Так что здесь очень важный момент того, что 37 сура с 99 по 113 стоят, почитайте. Очень красивое описание той истории, которая была между пожилым отцом и сыном, который родился в глубокой уже старости своего отца. Когда отцу было 86 лет. И вот это все, по сути дела, семейная трагедия, повеление Аврааму как пророку. Потому что пророки, в том числе, получали божественное откровение через сон. И неоднократно, получив конкретное такое божие откровение, Авраам уже идет на этот шаг. И все это поэтапно, постепенно, в аятах описывается. И четко, там же в этих аятах говорится, Всевышний говорит о том, что мы произвели вот некий такой процесс замены. Вот как раз 107 аят в этой 37 суре. То есть это как выкупить свое, например, благополучие или избавить от чего-то себя, от чего-то отягощающего. То есть вот этот глагол, который здесь. То есть вместо жертвы сыном Аврааму в самый последний момент испытания, через который он прошел, ему было велено принести в жертву, произвести процесс заклания жертвенного животного. Тем более барашки и тогда тоже шли на мясо. Но здесь уже с определенным высоким смыслом. И у нас с вами в Курбан-Байрам именно этот смысл и проходит четко, конкретно, такой красной линией. Что вот этот вот Курбан, там 10-12 тысяч рублей по сегодняшним векам. Но мы в него вкладываем смысл некой защиты. То есть и благодарности, и защиты для себя и для своих детей. И как раз в этом контексте вот этого 107-го аята мы выкупили. То есть как бы выкупается благополучие. И избавляется человек от каких-то там отягощающих его грехов. То есть смысл, процесс этого заклания. Поэтому и говорится, что первая капля, которая пойдет на землю, то здесь нет жестокости. Здесь наоборот. Это надо уметь понять. Мягкосердечность и в любом случае идет на мясо. Но здесь идет на мясо совершенно в другом, в ином смысле. И дальше даже, опять же, передается малоимущим, неимущим. Я не раз говорил, мы бытно студентами на протяжении 6 лет в Каире. У нас мясо появлялось в холодильниках именно на Курбан-Байрам. То есть я на собственной шкуре это испытал. В течение года мы мясо не ели, потому что это было дорого. По-моему, там в районе 5 долларов. 15 гинеев тогда, 3 гинея, 1 доллар был. То есть это было не по карману студентам. Даже если мы скидывались, все равно. То есть нам было не по карману. Но в Курбан-Байрам наши холодильники, морозилка заполнялась битком. Ну, то есть морозилка там не такие морозилки, конечно. Обычная маленькая морозилка, но мясом. И вот именно как раз в дни Курбана появлялось что-то мясное из блюда. Поэтому человек может сказать, чего там, как, кому это нужно. Нет в жизни много и разной периоды, и разные люди, и люди разного достатка, и разные страны. И благотворительные фонды в том числе организуют доставку до нуждающихся регионов или стран. Ну, они не в смысле доставляют, они там договариваются, там выкупают. Даже, я не знаю, как в этом году, но каждый год фонд Закат там, где они помогают, там беженцы, сирийские беженцы. То есть вот ряд, они на уровне МИДа, на уровне международных отношений согласовывают официально с местным фондом. Туда отправляют деньги. Ну, по сути дела, наши с вами в том числе. Если что, то есть там даже, я не знаю, наверняка они говорят, как выбрать человек может. Есть по России нуждающиеся, а есть даже за границей. И там уже на местном уровне покупается, и каждый курбан делается от имени того человека. Поэтому у вас, когда вы будете даже договариваться с фондом Закат, они у вас берут имя, отчество, имя, отчество. То есть от вашего имени и передается непосредственно тем, кто в этом нуждается. И сам этот процесс, то есть мы выкупаем свое благополучие, мы избавляем себя от текущающих грехов, и себя, и касательно детей. И все это всего лишь вот в этом курбане. А начало всего этого – история Авраама и его сына. В итоге у Авраама еще и второй сын родился, хотя он уже вовсе совсем пожилым был. И эти два сына явились родоначальниками таких линий пророков и посланников Божьих, в том числе появление на свет пророка, заключительного Божьего посланника, пророка Мухаммада. Дальше идет здесь в свое время тот материал, который короткий писал, в чем гуманистический смысл. Этим Всевышний показал, чтобы стать ближе к Богу, людская жертва не требуется, а животный мир на покорной службе у людей. Что подразумевает и использование его, ну, животный мир, по назначению, и также опеку, охрану окружающей среды. Четвертый пункт. Какие ритуалы необходимо провести от одной семьи, от одного семейного бюджета, произвести заклание одного барашка. Время сразу после праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня. Да, и вот здесь мнение ученых шафиитов четвертого дня. Наилучшим является первый день. Сколько дней длится данный праздник? Четыре дня, мы уже с вами сказали. В чем состоит обязанность верующего в этот праздник? Ну, а здесь я привожу этот очень важный аят. Это 22 сура, 37 аят. Там как раз вот этот, здесь большое, с пояснением в квадратных скобках, или наума.ру наберете, там есть в разделе перевод Корана. 22 сура, 37 аят, там с пояснениями. Даже сейчас приложение тоже есть, мы сделали бесплатное, можно закачать себе. И там многие спрашивают, на русском есть озвучка, да, она есть, надо просто там плеер нажать, и там есть выбор, арабский или русский. И вот 22 сура, 37 аят, там как раз вот этот момент о том, что до Аллаха, Бога Господа, не доходит мясо и кровь жертвованного животного. Причем там никогда. То есть нет понятия того, что мы чего-то Богу, да, там, и вот ему это нужно. Нет такого понятия. Однако же до Всевышнего доходит ваша набожность. Поэтому и сказали, вот этот процесс заклания, он не какой-то там средневековая какая-то дикость, или средневековая что-то, какая-то кровожадность. Нет, в этом есть определенный смысл. Благодарности Всевышнему, определенный смысл защиты для себя и своих детей, определенный смысл заботы о тех, кто в этом нуждается, кому это на самом деле нужно, для кого актуально. То есть здесь очень такой высокий и почетный смысл. И как раз вот вся эта история Авраама, повторюсь, 37 сура, с 99 по 113 аят, прочитайте, там как раз очень убедительно все это объясняется и раскрывается смысл Курбана. И вот эта традиция, она дальше с пророком Мухаммадом, алейхи салам, до конца света, она как раз и продолжается. И поэтому, когда в современных реалиях говорят о том, что можно это заменить на деньги, нет. То здесь именно, если посмотреть аяты и хадисы, они все закручены именно вокруг, с точки зрения смысла, все крутится вокруг того, что именно само заклание, именно когда кровь опускается, то есть само жертвенное животное, все именно вокруг этого. Поэтому даже если человек не нуждается, ну не нуждаешься ты, есть те, которые нуждаются. В сельской местности, в каком-то, в бедном регионе, в какой-то бедной стране, есть благотворительные фонды, есть возможность отправить дистанционно в этот благотворительный фонд. До сегодня столько всяких возможностей. Есть те, где нуждаются, и здесь именно процесс заклания. Да, если даже лично ты это не сделаешь, но от твоего имени это сделают, канонически этого предостаточно, от твоего имя, отчество. И здесь седьмой пункт еще. Предпраздничный день. Также примечателен. Что лучше делать в этот день? Предпраздничный день – это день стояния на горе Арафат. Это как раз следующая пятница получается. Для всех, кроме паломников, полезно поститься. Ведь воздаяние за пост в этот день столь велико, что нейтрализует мелкие прегрешения двух лет. Здесь я даю ссылку на источник, на хадис. Но здесь в переводе я говорю про мелкие грехи. Это не какой-то там стерийный убийца. Один день попостился в Арафат, и все его грехи стерлись. Нет, его искреннее раскаяние и отсутствие повторения подобного сотрет. Но здесь, в первую очередь, развиваются мелкие прегрешения за два года. Пост в день Арафа. Он не является обязательным, но он очень вознаграждаем. И в нашем случае день Арафа – это когда? Следующая пятница, 8 июля. А то сейчас все будут всю неделю спрашивать об этом. Так что вы, пожалуйста, не поленись с ним, отвечайте. В каком часу совершается праздничная молитва? Это короткий как раз материал. А потом уже подробный. Он в фетве есть наума.ру. В котором часу совершается она приблизительно через 40 минут после восхода солнца. Это по всем мазхабам. Но в нашем случае нет необходимости через 40 минут после восхода солнца. Даже транспорт в это время общественный не ездит. В следующую пятницу я скажу насчет технических моментов. Обычно у нас бывает все перекрывают. Это очень массовое мероприятие, много людей. Тут все возможные службы безопасности, МЧС и так далее. То есть чтобы все благополучно прошло. И в том числе Минская улица на каком-то этапе тоже перекрывается обычно с ночи. Поэтому это в следующую пятницу мы с вами технически еще этот момент обсудим, проговорим, чтобы в субботу вы успели. Мы попросили, с учетом опыта Рамадана, у нас обычно город предоставлял звук, который в сторону Кутузовского. Туда все слышали. А звук, но звука в сторону золотых ключей туда вниз. Их нету. Только наши громкоговорители. Даже один из моих сыновей средних, он как раз там был. Он оттуда смог доехать. И там, где вот этот уже мост, где вот эта станция. И он мне тогда говорил, что на Ураза-Байрам прошедший, он говорит, вообще ничего не слышно. То есть звук основной уходит туда, мощный, на Кутузовский. Где-то как-то он там чуть-чуть, где-то эхом туда возвращается. Мы уже обратились, попросили, но пока что нам добро не дали. Я не помню там чисто технически что, там какое-то надо было еще добро. То есть, ну, как обычно, все долго согласуются. Наверняка все равно в ту сторону не появится прямо такого усиления звука в сторону золотых ключей, как там Мосфильмовской. Но постараемся, я надеюсь, я не помню там, мы после Рамадана все списывались, созванивались, тот, кто у нас по этой части. Но основное я помню, что пока что нам, по-моему, в Нокурбан еще эту возможность не предоставят. Так что лучше быть вот с этой части, которая к Кутузовскому, в сторону Кутузовского, то есть перед мечетью.